Всем привет, это канал Крюковые, меня зовут Ольга, а меня Алексей. И как вы поняли, вышла первая серия онлайн-шоу «Настоящее лето», где я приняла участие. Настоящая воля. Да. В первой серии я познакомилась со своими наставниками, которые помогают мне... Как это правильно выразить? Преображаться. Преображаться. Которые тебя наставляют. Это приятные перемены в моей жизни. И надо сказать, что я уже чувствую эти перемены. Даже я их почувствовал. Ну-ка, поделись, Алексей, с народом, как ты почувствовал эти перемены. Я почувствовал так, что жить надо по-другому. Вставать раньше, ложиться позже, улыбаться чаще, зубы чистить интенсивнее, веселиться. Воду выключать. Воду выключать, что там жрать, что надо. Это бегать, прыгать, стоять вот эту дурацкую, вот эту вот, для руки трясутся планку. И вообще надо вести активный образ жизни. Во, если свести все то, что я сейчас сказал, к одному, к какому-то слову, надо вести активный образ жизни. Ну, давай разберем подробнее. Первый наставник мой – это Саша Белькович. Классный, обаятельный парень. Я уже написала про него пост в Инстаграм. И я рада, что я с ним познакомилась, потому что он реально вселяет уверенность, что полезная еда – это легко, это вкусно. Да-да-да, Леша, это вкусно. Это вкуснее, чем... Что это? Ну, посмотрите, посмотрите на это. Нет, полезная еда, она, конечно, ну, если ее постараться и приготовить очень муторно, долго, и так вот в филикрана, она может чуть-чуть приблизиться к бесполезной еде. Конечно, бесполезная еда гораздо вкуснее. Там есть сахар. Самое главное, что в еде, чтобы она была вкусной – это сахар. Правильно? В картошке есть сахар, в макаронах есть сахар, в майонезе есть сахар, а в полезной еде сахара нет. И? И поэтому она ест вкусно, сделать сложнее. Но надо. Сейчас, что ты на меня смотришь? Я знаю, что надо. Что, я против, что ли? Надо. Надо, значит, будем есть траву. Вы все понимаете, в каких условиях мне приходится преображаться. Понимаете? И я думаю, девочки, это не я одна такая. Будем жрать траву и радоваться. Вы хотите стать лучше, а ваши мужья, они это все подвергают критике, иронии. И вам кажется, что что-то ерунду начали заниматься. Это не ерунда. Сейчас через месяц пойдут лопухи, я тебе корешков нарву. Я большой мастер по поеданию лопушков. Делаю тебе такое блюдо, прям в морозильничек разложим, будешь хромкать с утра до вечера. Корешок лопуха. Вам говорил, Белькович, что есть корешок лопуха? Нет. Он легко заменяет редьку дайкон и ананас. Саша, если ты смотришь это видео, напиши, пожалуйста, в комментариях. Ел ли ты когда-нибудь корешок лопуха? Напиши ему, пожалуйста, Саша, что полезная еда, это нужно, чтобы вот этого всего не было. Кстати, дорогие друзья, напишите, кто реально ел лопух. Там вот эти корешки в детстве. Потому что мы ели, неужели? И еще были барашки, помнишь такие? Тоже, кстати, очень полезная еда, да? Барашки. Летом сейчас идем. Ребят, летом собираем барашки и лопухи. В августе будем весить я килограмм сорок восемь, а ты шестнадцать. Это не цель. Почему? Будем здоровы. Цель научиться правильно питаться, есть все время полезную пищу. Не тогда, когда... А вот и полезная куку. Вот, видишь, это говорит совесть. И вот Саша Белькович в первой серии дал мне задание похудеть. Гениальное задание. Похудеть. Честно, у меня было какое-то другое впечатление от задания, которое мне дает Саша Белькович. Но когда я увидела первую серию, я увидела, что мое задание похудеть. Уже минус пять килограмм. Что, спортсмену дают задание победить? Да. Тебе похудеть. Нет, у Ани задание, оно более такое понятное, что надо правильно питаться. Я, честно говоря, точно не помню формулировку. Но мое задание просто похудеть. Ну, в общем, я начала худеть. Сложно это, не сложно, я не знаю. Но первый результат у меня уже есть. И я надеюсь, что Саше они понравятся. Всегда сложно начать. Во-первых, привычку свою поменять, начать с малого. А во-вторых, еще есть такое понятие, как уровень сахара в крови. И чтобы вес стал уходить, надо его понизить. Соответственно, с недельку посидеть на бессахарной, голодной, не скажу в диете сколько, в ощущениях, в неприятных. И вес потом начинает отпускать. Сахар понижается и организм начинает отпускать. Какие у тебя еще наставники там появились? О, слышите, какой у нас дождь. Вообще, вообще, смотрите. Это была интрига предварительная. Второй мой наставник – это Соня Солдатова. Соня – фитнес-блогер. Она вот такая маленькая, хрупкая девочка. С таким железным стержем, которая отвечает за то, чтобы я полюбила спорт. И которая влюбляет меня в спорт. И тебя тоже. Да, я уже это чувствую. А я влюбляю тебя. Как хочется бежать и гантели с утра. Соня дала нам задание через день выполнять тренировки. Три упражнения. Но мы для того, чтобы получить результат быстрее, делаем это каждый день с Алексеем. Да? Да. Вообще, глаза, будильник, будильник слышу. Еще глаза не открыла, рука уже шарится, ищет гантелю. Каждое утро. Настолько мне понравилось это все. Просто гантели, гирька и пешая ходьба – это просто сейчас моя жизнь. То есть вы поняли, что Алексей не делает Соне на упражнение. Он выбрал для себя гантели, гирьку и пешую ходьбу. А я делаю. И я надеюсь похвалиться Соне, когда поеду на следующую серию своими результатами. Вообще, пешая ходьба меня выручала каждый год. Каждый год я там ходею из-за пешей ходьбы. Я без заинюю, папа. Молодец. Марта ищет магазин, в который мы едем за полезными продуктами. Я обещаю тебе попробовать Соня на упражнение, потому что ты меня заинтриговала. Обязательно попробуй. Пойдем с тобой бегать на стадион. Пойдем. Пойдем. Хотите посмотреть нашу тренировку на стадионе? Я очень люблю бегать на стадионе, но у меня есть одна проблемка. Я сова. Я не могу заставить себя встать с утра. А бегать надо именно с утра. Когда он встает, стадион уже закрыт. Да, стадион у нас закрывается. Часом к 9 утра он закрывается. То есть надо бегать где-то часов в 7. С 7 до 8. Ну, либо с 8 до 9. Вот эта самая большая сложность. Я надеюсь, ее как-то решить. Если у вас есть какие-то секреты, как вставать рано с Соном, таким железобетонным Соном, таким как я, то делите, пожалуйста, в комментариях. И еще один наставник, который тебя наставляет. Просто волшебный. Они все три волшебные, но Кири у меня особое чувство, потому что я ее знаю уже очень давно. Я подписан на нее давно и слежу за ней. И она меня реально вдохновляет. Еще даже до того, как она стала лицом компании «Арифлейм». И вот Ира Горбачева, актриса, блогер и потрясающий человек просто. Просто потрясающий. Ирочка. И вот она. Но это же Ирина Горбачева. Даже Марта ее знает. И вот Ирина Горбачева. Ты мне починишь магазин. Давай, сейчас починю. А вы говорите, преображаться. Тут едем за рулем, и параллельно еще Робополе чиним. Без него-то никак жизни больше нет. Так, где связь с преображением? Добрые дела уже начали. Добрые дела делаем. Надо поделиться этим в соцсетях. Ну, точно. Ирина Горбачева сказала, что когда вы делаете добрые дела, не надо их держать в себе. Мы вот стесняемся делиться в соцсетях, а надо обязательно делиться, дабы повлиять на других людей. Привлечь их к тому, чтобы они тоже делали добрые дела. Люди, не выбрасывайте Робополе. Чините их. У них отрываются лапки. Их надо починить, и он будет еще жить и долго-долго радоваться. Ты засчитаешь меня за добрые дела? Если ты поделишься им соцсетях. Я поделился. Точно. Я уже добрые дела-то сделал. Ты считай, наполнил задание. Ты чинил ребенку машинку. Ну, это твой ребенок. Ты чужому ребенку машинку починил. Ну, хватит придумать. Не успеху, хватит усложнять. Я уже сделал добрые дела и поделился. Ты догоняй меня. Уж здесь-то я тебя уделал. Ну, на самом деле, для меня это задание самое сложное. И для тебя, я думаю, тоже. Вот ты сейчас иронизируешь, а ты вот подумай о том, что ты можешь сделать добрые дела. Вот вообще без юмора, без шутки, да? И написать об этом ВКонтакте, да? Написать об этом в Инстаграме своем. Вообще, я... На Ютубе рассказать об этом. Вообще, я отношусь к той категории людей, которые считают, что скромность украшает, да? И такое распространенное мнение. И я знаю, что ты вместе с Ириной со мной не согласитесь. И, наверное, вы даже больше правы. Но, кажется, как-то нескромно. Но ты понимаешь, что люди посмотрят, что ты это сделал, и сделают то же самое. Если ты будешь делиться своими добрыми делами, то ты будешь влиять на людей. Ты будешь больше добра нести. И те люди, которые скрывают свои добрые дела, да? Они как бы тем самым останавливают на себе. Да. Не запускают цепную реакцию. Ну, мы думаем, вдруг мое дело недостаточно доброе, недостаточно крутое. Один, извини, какой-нибудь артист пожертвовал 500 тысяч ребенку больному. Вот это доброе дело. А я что сделал? Ну, я подумаешь, помог соседу машину толкнуть, инвалиду. Правильно, старичку помог. Бабушке сумку донес. Я и нес ее 3 метра от киоска до ее тележки. Понимаешь? Ну, тоже доброе дело. В принципе, ты правильно мог пройти мимо. Тебе надо потом написать, чтобы другие, когда в следующий раз увидят бабушку с сумкой, они тоже взяли ее. Тебе написать не просто там, вот я сумку понес, а тебе надо написать, что ребята, вы когда увидите бабушку, да, бабушки хотят с сумки прут. Так вопрос в чем? Ты сможешь это сделать? Это же задание нам с тобой. Смогу. Написать об этом. Сейчас едем к бабушке. А потом за ручкой. Я буду стараться. Ну, что делать? Стараться я буду. Я же не знаю. На то они и задания. Я не идеальный человек. И я, между прочим, всегда об этом говорил. Я буду стараться. В принципе, идея мне нравится. Поэтому вот такие три наставника. Вот такие три задания. Сейчас мы едем за правильным питанием. И покажем вам это в следующем видео, как мы его покупаем и закупаем. Мы занимаемся спортом. И надеюсь, у нас получится снять для вас тренировку на стадионе, если сова сможет встать с утра пораньше. И Сонин упражнения делаем каждый день. И добрые дела. Это самое сложное. Воду-то мы закрываем, когда зубы чистим в душу, когда намыливаемся. А вот сделать доброе дело и поделиться им в соцсетях. Ира. Это самое сложное для нас задание. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вам было интересно наше рассуждение и комментарии по поводу онлайн-шоу, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok